Митрополит Брянский Исевский Александр в день памяти святителя Дмитрия, митрополита Ростовского, совершил богослужение в Карачевском Воскресенском мужском монастыре и поздравил Воскресную школу обители со 110-летием. Воскресенская церковь – это храм недавно возрожденного Воскресенского мужского монастыря или Тихоновой пустыни, известного с 16 века. До конца 17-го столетия все постройки обители были деревянными, а каменные строения возникли здесь на средство великой княгини Татьяны Михайловны, дочери царя Михаила Федоровича Романова. В 1938 году монастырь, как и тысячи других во всей стране, был закрыт богоборческой властью. В годы Великой Отечественной войны здесь возродилась литургическая жизнь, однако ненадолго. В 1945-м ее вновь приостановили. В 70-е годы в церковных строениях устроили склад зерна, цемента, селитры. Новый виток истории и начало реставрации древнего монастыря – это 90-е годы минувшего века. А в 2004-м по ходатайству епископа Брянского и Севского Феофилакта, определением Священного Синода Русской Церкви, Карачевский Воскресенский монастырь был возрожден. Впрочем, его восстановление продолжается и сегодня. Обращаясь в праздничный день к прихожанам, Владыка Александр поздравил всех из Днем памяти святителя Дмитрия Ростовского, автора знаменитых житий святых, на примерах которых воспитывались христиане, а также обратился к представителям местной и областной администрации, бывшим на богослужении, и призвал их помочь в восстановлении старинной обители. Я думаю, что если вы прислушаетесь к голосу своей совести, я имею в виду тех людей, которые могут помочь, но не хотят, то вам совесть подскажет, что вы должны как можно скорее решиться и разумом, и сердцем своим принять самое усердное участие в возрождении не только этой святыни, а всех порушенных, поруганных и оскверненных национальных святынь. На древней Карачевской земле правящего архиерея поприветствовал исполняющий обязанности настоятеля монастыря иеромонах Никон Кузнецов. От лица братья и прихожан он на молитвенную память подарил архипастрю картину с изображением обители. Владыка, в свою очередь, преподнес в дарах раму икона у собора брянских святых. Прихожанам также были розданы иконки преподобного Ильи Муромца и сладкие подарки. За последние годы намного больше каждый христиан ощущает божеской благодати, которая нас в этом мире как-то сближает, как-то делает более милосердными, более терпивыми. Дай Бог здоровья и многое лето нашему владыке за тот кропотливый труд, который он делает, потому что с его приходом храмы преображаются, идет очень значимое восстановление. А как мы знаем, православие – это основа, стержень нашего духовного восстановления. После литургии митрополит Александр посетил воскресную школу при монастыре, отметившую 110 лет со дня основания. В честь этой памятной даты воспитанники и преподаватели школы организовали концерт. Руководитель Светлана Федорова рассказала гостям историю обители. Дети прочли стихотворение, посвященное преподобному Тихону Карачевскому, и исполнили духовные песнопения. Владыка Александр поздравил преподавателей и воспитанников с столь значимой датой, вручил подарки и сладости и пожелал детям усердия в учебе, чтобы они стремились получить хорошее образование.